Министр здравоохранения и социального развития Алла Самойлова сообщила, что в республике выросла продолжительность жизни. По данным статистики, в среднем в Чувашии живут до 70 лет. В разные периоды существования человека продолжительность была разной. Наши предки в каменном и бронзовом веке жили 18-20 лет, в эпоху возрождения в среднем 35. Со временем жизнь становилась все продолжительнее, но в современном мире эта тенденция снова замедлилась. Только на этот раз искусственно. Экологическая обстановка, общее понижение уровня жизни, ослабление человеческого организма, снижение иммунитета – вот лишь некоторые причины преждевременной смерти населения планеты. Генетики утверждают, что геном человека позволяет ему жить до 150 лет. На практике подтверждения такому предположению так и не нашлось. Самой старой официально зарегистрированной жительницей мира была француженка Жанна Кальман, прожившая 122 года. А средняя продолжительность жизни в масштабах всей Земли колеблется в районе 70 лет. Качество жизни и социально-экономическое развитие стран сказывается на демографической ситуации. Это своеобразный индикатор, который реагирует на любые изменения. Россия, к сожалению, по средней продолжительности жизни отставала от других не менее развитых стран. В 90-е годы численность населения сократилась. Произошел скачок в росте смертности и падении рождаемости. В итоге последнее десятилетие прошлого века сократило население более чем на 7 миллионов человек. Ситуация стала нормализоваться только в последние годы. В Чувашии в 2012 году рождаемость зафиксирована выше, чем в среднем по России и Приволжскому федеральному округу. Впервые за 20 лет естественная убыль населения сменилась естественным приростом. По сравнению с 2011 годом общий коэффициент смертности снизился на 2,2%. А средняя продолжительность жизни жителей Чувашии возросла до 70 лет. Государственная поддержка сыграла в этом важную роль. В России принят комплекс мер по повышению рождаемости и поддержке многодетных семей. А в республике существует помощь в виде дополнительных выплат за третьего и последующих детей. А также выделение земельных участков под строительство жилья. Татьяна Филатова, Республика.